Всем привет, с вами GoBzor.com, сегодня поделимся опытом эксплуатации наушников Edifier X3S. Это улучшенная версия модели X3, которую мы тестировали ранее, прикреплю в аннотации к этому видео. Напомню, там был кодек aptX и они стоили недорого. Эти наушники тоже относительно недорогие и тоже есть кодек aptX. Добавлено управление громкостью и сохранили игровой режим и улучшили показатели автономной работы. В комплекте включает дополнительные амбушюры, зарядный кейс, USB кабель руководства пользователя. Внешний вид заметно не изменился, это компактные капельки из черного пластика с матовым покрытием. Увеличение автономности не повлияло негативно на удобство носки и вес. Они по-прежнему компактные, на внешней стороне чашек находится гравированный логотип бренда и в этой же части сенсорная зона. Корпус наушников Edifier X3S защищен от попадания воды и пыли. В них можно заниматься фитнесом и они не боятся дождя со снегом. С внутренней части пара медных контактов. На ножке динамика зафиксированы силиконовые амбушюры. Есть набор, в котором они отличаются габаритами, позволяя подобрать размеры под себя. Зарядный кейс также выполнен из пластика. Под крышкой два посадочных места. Магнитное крепление здесь используется. Есть пометки по правой и левым сторонам. Оснащены актуальным разъемом USB-C. Необходимый тип кабель идет в комплекте. Габариты компактны, оптимальны для ношения в кармане. Управление наушниками сенсорное. Как обещали вначале, расширен набор доступных команд. Теперь помимо переключения треков, активации игрового режима, принятия и отклонения входящего вызова, вызова голосового помощника, есть еще изменение громкости. Для уменьшения громкости длительно касаемся левого наушника, для увеличения правого. Все это описано в комплектной инструкции, изучить можно по необходимости. На касание реагирует корректно. Edifier X3X поддерживает кодеки aptX и SBC. Для соединения используется актуальный модуль беспроводной связи. Проблем с качеством соединения выявлено не было за время тестовой эксплуатации. Оснащены они чипсетом. Это Qualcomm QC3040. За воспроизведение отвечает 60-мл динамики. Качество звука хорошая, звуковая сцена достаточно ритмичная. Отдельно доступен игровой режим, в котором сокращаются задержки звука. Хорошо, кстати, не только в играх, но и, например, при просмотре роликов с YouTube. Незаметность рассинхронизации между видеорядом и звуком, который воспроизводится. Тут есть группа микрофонов. Они используются для улучшения передачи голоса. Это технология S8.0. Эту особенность можно использовать для записи, например, аудиодорожек, для видеороликов или подкастов. По автономности действительно стал лучше. 7,5 часов работы получаем на выставленную среднюю громкость. И отключен игровой режим. Игровой режим сокращает время автономной работы. В комплектном кейсе сможете провести два полных цикла зарядки. Занимает он 2 часа. Так, в целом, обсудим с вами с удовольствием Edifier X3X в комментариях. Лайк, подписка, приветствую. Пока-пока.